Уже третью неделю подряд неравнодушные горожане, сотрудники и учащиеся образовательных учреждений, различные предприятия, а также депутаты партии «Единая Россия» несут продукты и средства первой необходимости в пункты гуманитарного сбора. Их на сегодняшний день в Нефтьюганске три, в городской библиотеке, в Центре молодёжных инициатив, а также в штабе добровольческого корпуса, который находится по адресу Объездная, 24. «Мы не прекращаем сбор гуманитарной помощи. Мы призываем всех жителей города Нефтьюганска, всех, кто меня слышит, присоединиться к этой помощи и оказать повсеместную помощь кто чем может». Помощь, к слову, нужна не только материальная. В пунктах сбора сейчас есть острая необходимость в так называемой помощи руками. Все эти многочисленные коробки сортировали, загружали и выгружали буквально несколько человек. В этот раз на подмогу пришли сотрудники МЧС. Волонтёров разных возрастов ждут в детской библиотеке кабинет 112. Всю гуманитарную помощь принимают тоже здесь. «Все выходные мы занимались сортировкой для того, чтобы в распределительном центре было наиболее удобно принимать и раздавать этот груз. Потому что, когда население несёт сборное, то есть в одной коробке могут оказаться как детское питание, макароны, так и жидкости, мы, соответственно, формировали по группам товаров». По итогам сортировки пункты сбора определили тройку лидеров среди самых популярных позиций. Чаще всего нефтьюганцы приносят лапшу быстрого приготовления, тушёнку, замыкают тройку лидеров, мыло. Напоминаем, что сбор гуманитарной помощи продолжается. Список и график работы всех пунктов приёма вы видите сейчас на экране. Дарья Лунькова, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания, Юганск.